Скажу на ту тему, на которую вообще просто никто не говорит, на тему как же правильно выбрать колготки, вот от чего действительно зависит цена, почему одни колготки дорогие, почему другие колготки дешевые, как вообще разобраться в этом многообразии. Вот после меня тоже выступит моя коллега Вера Львова, потом Владимир представит, я не буду, давайте я тут представим, это я еще когда на позиции текстильных проник, королева колготок сижу, я знаю о них все, кому потом будет интересно презентацию, плюс у меня есть статья Intimodo, это итальянский журнал, который я постоянно печатаю, то есть я вот вам именно по составу, то есть у вас очень ограниченное время, я вам в течение получаса прямо скажу, на что нужно обращать внимание, как же сделать так, чтобы колготки не спадали, ведь как говорят французы, пусть лучше будет спадочка на луке, чем она будет на коленке, правда? Правда? А я знаю, что есть у женщин такая проблема, не любит это слово, но тем не менее, им сейчас расскажу, вот это я, это вот я не буду тут о себе, вот давайте мы с вами прямо вот и начнем. Как выбрать колготки, я принесла несколько образцов, принесла несколько образцов, и я вам буду за ним показывать, чтобы вы сегодня время провели с максимальной пользой. Итак, давайте мы вот первое начнем с процентного состава, вот как бы сколько же вот эластана и как бы вообще от чего-то зависит. Кто из вас, уважаемые, милые дамы, леди, кто смотрит, кто смотрит, на что, вот вы приходите в магазин, видите колготки, как вы понимаете, что вам нужно, давайте не стесняйтесь, у нас вот такое будет, вот такое вот, ну давайте вот на что смотрите, на состав, на цвет, вот на что в первую очередь? На плотность? На плотность, так, на плотность, на размеры, дальше, а на состав кто смотрит? На состав? Нет, а состав это там нигде не пишут, потому что они должны быть блестящие. Но внешне уже верно, когда читаешь состав, на сколько они будут тянуться, на сколько они будут пленять? Нет, там этого ничего не написано, где такое написано, что я чего-то не знаю, да, да, вот посмотрите, кто хочет, Потому что некоторые пожилые сети делают цену в три раза дороже, они делают, да, поэтому не всегда показать. Это уже ценнообразование, вы смотрите, на бренды колготки должны быть вот сейчас хорошие, я вам могу по пальцам перечислить, в Италии осталось очень мало фабрики, где вот вишут, допустим, итальянские колготки, они на самом деле не итальянские, они как бы могут изготавливаться или же в Китае, или сейчас вот именно свободная экономическая зона находится в Сербии, и та же самая Омда, Реванта, Болдерлендик. Леди построили там свой как бы нахолдинг, и вот поэтому они там делают, вроде тоже ЕУ, да, но это не то, действительно, вот как бы классно, вот эти вот колготки Вольфор, да, немцы, то есть вот это вот как бы там колготочки стоят от 3000 рублей и выше, но это вы точно знаете, то, что там полиамид, он очень хорошего качества. К сожалению, вы никак не сможете определить полиамид, есть полиамид 66 китайский, и есть полиамид 6.6. Я сколько не билась, когда в этой компании работала, я сколько не билась, чтобы вот именно писали состав полиамида, потому что китайский полиамид, он дешевый, и он, это влияет на качество колготок. Поэтому итальянцы, они все покупают вот именно в Италии полиамид, и он у них, и дольше носится, это полиамидная нить, они будут там в подробности отдаваться вам, там сколько там детекций, это не надо, это ни для чего. Поэтому у нас сегодня будет с вами вот именно в качестве, ну так, для потребителей, да, чтобы вы сейчас пришли. Калк, а вы скажите, ведь не вся та правда, что написано, правда? И мы когда смотрим, написать можно все, что угодно. Как просто потрогать еще? Смотрите, да, сейчас, сейчас вам об этом расскажу. Итальянские производители, они никто не делает, вот именно, они не пишут вот эту всякую галимонию, да, то есть на колготках. То есть у них вот именно, как соответствие размеров здесь есть, так это и есть. Другие производители других торговых марок, они для того, чтобы удержать, это в основном идет в масс-маркет, то, что вы видите в Ашане, то, что вы видите, вот, я не знаю, там, ну, других вот таких вот, да. То есть там, ну, не буду как бы бренды перечислять, то есть они работают на рынок, работают на всех. В их задачи входят сохранить потребителя и, как бы, и не повышать цены. Что они для этого делают? Или покупают более дешевый полиамид, или они экономят вот именно на длине, ну, как бы, нити, да, и поэтому колготки, они упаковку не переделывают, потому что это, ну, как вам сказать, ну, не то, что достаточно дорогое, но вот хорошие колготки, вот это вот окно вырезы, иногда упаковка составляет 25-30% от колготок, то есть, когда вы видите уже вот такое окошечко, это значит колготки хорошего качества, равно, как и здесь, сверху, да, вот обязательно. Дешевые бренды этого не делают. Подождите. Ну, вот, например, да, Филадора, Филипп Матиньон, они тоже хорошие колготки, но они уже на порядок ниже в цене, чем вот именно, ну, скажем так, или Транспаренза, или Вольфорд. Но давайте мы с вами будем вот именно, вот, потом положу там, сфотографируйте. Ладно, смотрите, процент на содержание эластана. Если вы боитесь ошибиться с размерами, всегда смотрите на состав. Идеальный состав, где у вас не будут спадать колготки, 85% полиамида и 15% эластана. Даже если вы ошибетесь с размером, лучше при таком составе купить на размер больше, потому что именно такое идеальное, как бы, процентное соотношение, оно вам поможет, и оно вам вот именно позволит так, чтобы колготки не спадали, чтобы они не морщились на коленках, и чтобы они не морщились, ну, где линия изгиба идет между там, где, ну, вот нога, да, и где, ну, как это называется, на взъеме, да. Вот, 85 на 15, запомните, пожалуйста, это вот именно такой состав, даже берите на размер больше. Я вам рекомендую, вот, именно, брать, вот, именно колготки, действительно, как бы, хорошие. Не экономьте, девочки, на себе, потому что они не колючие, вот, как, вот, чем отличается китайский полиамид, вот, от других, да, колготок, а вот еще такой вот колючий, вот, вы, вот, ну, покупали же когда-нибудь, там, ну, такие недорогие, там, дешевые колготки, и потом, вот, были такие, ну, что, дорогие колготки, по ощущениям ничего не почувствовали, то есть, каким образом, ну, это, может быть, я уж такая избалованная в этом, потому что я хорошо понимаю, вот, у меня даже, ну, как бы, я это чувствую, я это знаю, они или колючие, они или блестящие. Вы матовость колготок, ну, никак, ну, можете действительно посмотреть, там, по блеску, это зависит от количества, мудреными словами вас сейчас не буду озадачивать, это от количества филонентов, это вот, там, в общем, приплетает технология, вам это не надо знать совершенно, кто-то любит блестящее, кто-то блестящее не любит, это действительно вы сможете именно, ну, как бы, понять это, ну, уже видно через упаковку, то есть, ну, как бы, будете это видеть. Следующее, итак, процентное содержание эластана, про полиамид 6,6 сказала, про 66, вы не сможете это нигде прочитать, полиамид, но в итальянских колготках дорогих, да, то есть, здесь, короче, полиамид, полиамид на них и делая, там, она нигде там не валялась, там, годами и не успела испортиться, правильное хранение, то же самое, от этого зависит. Про процентное содержание эластана вам рассказала, 85 на 15, берите смело и, вот, как бы, не ошибетесь. Дальше швы, давайте я вам распечатаю и скажу, смотрите, в хороших колготках, которые, вот, именно, сделаны, такие, ну, как бы, ручная работа, почему, допустим, почему, допустим, они, да, и стоят дороже, вот, да, вот эти вот плоские швы, видите, девочки, сзади там, то есть, они не оверложенные, есть швы оверложенные, вот такие, как бы, они вот так вот вступают, и потом, когда вы снимаете вечером колготки, они прямо даже, ну, тут видно, как бы, шов, да, вот эти вот швы плоские, как это делается, это вяжется две трубы, а потом вручную сидят и, ну, как бы, и женщины, и они их колготки сшивают, и ручная работа, она тоже, как бы, ну, стоит, ну, как бы, так, больше денег, да, но зато у вас будет комфортно, что еще, да, эти швы, они все тянутся, то есть, когда вы их будете надевать, они у вас там, видите, там, не лопнут, не треснут, там, ну, как бы, как бы, не лопнут, не треснут, да, то есть, швы обязательно должны быть плоские, имейте, пожалуйста, как бы, ну, как бы, знаете об этом и смотрите, если, допустим, видите, ну, вроде там, иногда бывают колготки дорогие, это как раз у торговой наценки, я вам скажу, от дилерской цены, вот, от дистрибьюторской, которым отпускают компании оптовые, по которым я отпускала, у них у всех торговая наценка, даже, там, 2,4 и 6, 2,4 и 3,3, это такая стандартная наценка, это не только ценообразование, вообще, то есть, как бы, и в других, там, и в разных, я просто сейчас не буду, не могу, это очень крупные компании, которые у меня загружались, не буду говорить, от дилерской цены торговая наценка в магазинах 3,3, это очень, как бы, это очень много, это очень много, такие, типа, ашаны, они работают в зависимости, кто-то на 30%, кто-то на 40%, за счет, как бы, оборотов, но они уже дополнительные с поставщиков, бывают цены, но, как бы, ну, как-то вот так, да, дальше, обязательно смотрите на поезд, вот, очень многие жалуются, мы надеваем колготки, и у нас поезд, да, вот, 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 как, да, вот, он скручивается, особенно, у кого есть небольшой, лишний вес, да, вот, обязательно смотрите тоже, то есть, резинка, не обязательно, вот, как здесь, потому что, в данном случае, это размер Витабаса, Витабаса, знаете, что это? Когда видите Витабаса, это колготки на бедрах обозначают, то есть, Витабаса, это колготки на бедрах, вот эти вот, да, сейчас я, подождите, здесь покажу другой, вот здесь, посмотрите, да, пожалуйста, то есть, поезд должен быть примерно 5 сантиметров, да, вот, он должен быть 5 сантиметров, и он, тогда будет плотно, как бы, прилегать к поясу, для чего нужна вот эта, видите, издалека, вот на поясе идет такая, как бы, прозрачненькая, вот еще вот такая, ну, штучечка, да, это нужно для того, чтобы, когда мы с вами надеваем колготки, мы как с вами на себя наденем, как обычно, там, да, раз, там, потом, да, мужчина у нас такой, ничего, что это тверстие тайно раскрою вам, вот, мы таких берем, и здесь, может, ну, как бы, часто дырки образуются у нас, вот это специальное уплотнение, это тоже признак хороших колготок, качественных, оно, как бы, позволяет, скажем так, меньше рваться, да, то есть, позволяет меньше рваться, то есть, тоже, когда будете смотреть колготочки, смотрите вот и на это, пусть вы заплатите немножечко, ну, как бы, побольше денег, но, тем не менее, у вас будет гарантия, то, что вы их дольше проносите, и вот здесь, вот видите, это более, вернее, не более тонкие, это вообще пятнашка, 15D, и здесь тоже везде, вот, именно, плоские швы, они помогают вам так же комфортно двигаться, они вам помогают, вот, ну, как бы, так, чтобы вам было комфортно, и вы так же можете носить их под любой облегающей одеждой, то есть, ну, не будет виден вот этот вот шов. Итак, наличие ластовицы, плавно переходим с вами, вот, у нас народ подтягивается уже на половину моего выступления, смотрите, ластовица, а для чего вообще, девочки, кто знает тут ластовицы, для чего она есть, вот, для чего вообще ее придумал кто-то? Прикрепление швов. Еще варианты, а хлопковая такая ластовица, для чего? Чтобы нижнее белье не носить. Правильно, да, изначально у нас в России нет культуры ношения именно, как бы, не без галтеров, да, ни нижнего белья, ну, как-то так вот сложилось исторически, женщины сейчас экономят на себе, на хороших колготках, мне это непонятно, вот, но такое есть и имеет место быть, поэтому, для чего действительно хлопковая ластовица, она для того, чтобы носить без нижнего белья, да, то есть без трусиков, ну, там, бразереры всякие, кулотки и так далее. То есть смело, спокойно, именно для этих целей она и служит, как правило, от 1 до 4 процентов, как бы, хлопка в ластовице есть. Так что, когда вы видите вот эти вот колготки, с хлопковой ластовицы, смело одевайте без белья, тем более, если касается, вот, именно, облегающей какой-то одежды, чтобы не было видно. И так же она служит, она, как бы, в колготке очень хорошо, они садятся на женщину, и плюс еще, что хорошо, они помогают комфортно, как бы, двигаться, да, то есть, ну, бывает всякое разное, там, я не знаю, ну, не знаю, машину, там, когда садитесь за руль, да, и там, если особенно у кого-то высокие, ну, там, ступенька, да, какие-то, джип большой, или, может быть, заходите в общественный транспорт, и как-то, вот, то есть, они помогают, то есть, они тянутся, растягиваются вот так же, ну, как бы, в тон, ну, как бы, не в тон, а они так же, как при ходьбе очень удобно, вот так, да, то есть, они, как бы, в торе движений тела. И так, да, наличие бастовицы. Следующее, смотрите, вот эта вот формуфка, когда вы берете колготки, есть вот такие, как трубами, да, вот такие дешевые колготки, они всегда такие, две тут не сделаны, и все. В хороших колготках они всегда проходят именно отбор, и, отбор говорю, несколько раз они проходят, как бы, тестовое такое, чтобы не было дырок. Вот так вот выглядит, ну, так, ну, понятно, да, что будут формованы, о чем я говорю. Вот они прямо сформованы по форме ножки, или вот здесь вот у меня еще есть, как бы, от азеры, от азеры здесь, вот, да, смотрите, здесь больше, как бы, да, вот они идеальны, вот так вот, видите, как бы сформованы и так далее. Смотрите, пока у меня вот колготки в руках, что еще очень важно, видно вам вот сейчас, видите, они как будто как срез дерева, видите, прямо вот такие вот идут. Это означает то, что это очень хорошие колготки с хорошим составом эластана. Всегда смотрите на свет. Чем больше вот таких вот, как бы, вот, как срез дерева, тем колготки вот именно лучше. Чему это еще способствует? Способствует, к сожалению, опять, вот, сколько там, ну, в свое время еще не было с поставщиками, не на всех колготках указывается, есть одинарная обкрутка лайкра и есть, и есть лайкра, которая нить обкручена два раза. Здесь вот издалека вот вам, наверное, видно или не видно, когда вот вы видите, вот в данном случае, то есть идет вот такая, как бы, ниточка, и вот одна, вот, как бы, эластан, и вот в одну сторону такие идут, как бы, пружинки, и идут, как бы, пружинки в обратную сторону. Это тоже, то есть, это хорошие колготки, на которых, в принципе, практически не образуются затяжки, и даже если они образуются, они распрямляются. Что касается затяжек, обратите, пожалуйста, внимание, что, если вы не хотите, чтобы у вас были затяжки, покупайте зимой всегда колготки, где у них вот стоит троечка и дэ, три-дименшн, это обозначает, это те колготки, у которых образуется затяжка, но она распрямляется без дырки, да, три-дименшн. Я могу дать вот гарантию, ну, вот, как бы, именно на итальянские колготки, я вот такие более дешевые, ну, как бы, не знаю, да, может, они там экономят, вот, как, допустим, на, ну, делают их там, на нитях и так далее, вот, на дорогих колготках этого нет, и вы можете колготки носить несколько лет, то есть вам, вот, у меня вот реально, я уже сколько там, три года в своей компании не работаю, вот, у меня все эти колготки, вот, плотные особенно, 70 ден, 90, 100 ден, там вообще просто с ними ничего не случается, да, так что имейте в виду, но они зато такие, знаете, как бы, такие вот бархатистые, такие вот прямо велюровые, такие прямо уж, такие просто, просто прекрасные. Да, дальше, про соответствие размеров я вам сказала, то есть лучше возьмите при составе 85 полиамида и 15, это для тех милых дам, которые подходят у нас позднее и не слышали, повторяю, да, то есть 85 на 15 идеальный состав, лучше возьмите на размер побольше, с таким составом вы будете чувствовать себя комфортно, и с вас колготки, равно как и чулки, не будут спадать. Итак, да, про соответствие размеров, лучше больше, чем меньше, ну, 85, какие делают низкую торговую наценку, кто-то делает высокую торговую наценку, какие-то те же самые индивидуальные предприниматели, у кого магазины особенно в собственности, они могут себе позволить делать торговую наценку и 40, и 50 процентов, имея низкую цену у поставщика, а кто-то не имеет в компании, там же тоже, да, политика ценообразования, то есть здесь все зависит вот именно от, ну, как бы, еще может зависеть, например, от логистики, то есть изменились там таможенные, там пошлины, да, то есть вот это вот все стоит, так вот, они имеют такую приятную отдушку, это тоже стоит денег, и упаковочка, обращайте внимание тоже вот именно на упаковки, упаковки у дорогих колготок, как уже сказала, повторюсь, для тех, кто опоздал, сдержался сегодня, да, должно быть обязательно окошечко, и окошечко еще желательно, чтобы оно было вот именно с, как это называется, с пленочкой, вы уже ничего не можете сделать, они вот такие мелкие, по всем колготкам, еще там какие-то там, когда стираете, какие-нибудь беленькие, там еще там махнушечки северят, то есть все колготки, или, ну, не знаю, там под брюки я не ношу, ну, и вы тоже, как бы, или просто их нужно выбросить на помойку в дорогих колготках, 55-60% хлопка, смотрите, специально обработанная нить в них бывает, плотность, как правило, здесь уже на любой вкус, я лично люблю тонкие колготки, я и 5 дэн, и там, и 8 дэн я ношу зимой, и 15 дэн, это вообще они просто, вот прямо ножку подчеркивают, облегают, а так вот, смотрите, летние, вот если так вот стандартно говорить, то есть, вот на ура всегда покупается, это 20 дэн колготки, то есть вы в них можете ходить весной, вы в них можете ходить осенью, дальше идут сороковка, это вот сейчас, вот эта погода у нас на сороковку, ну, конечно, кто у нас, девочки, не мерзлячки, вот зимой, как правило, 70 дэн, есть микрофибра, есть как бы колготки с хлопком, но для московской погоды вполне комфортно, ну, если там, ну, как бы так стандартно, 70 или 100 дэн, обращайте внимание, девочки, которые опоздали, то 3D, если хотите, чтобы колготки у вас дольше прослужились, смотрите, чтобы была надпись 3D на упаковке, колготки, которые не рвутся, вот 3D здесь завить, вам сказала, ну, это растяжка, эти, которые растягиваются, лайкрофьюжн, если вы хотите так, чтобы дырка образовывалась, ну, мало ли, там где-то зацепились, но не шла стрелка, тогда смотрите на упаковку, прям запишите себе лайкрофьюжн, то есть это делает дырку, но не дает стрелу там, идет специальная технология, и хотя бы вы можете, ну, и за там, потом, то есть, дырку на и за там, ну, я говорю, зашить, я не зашиваю, вам не советую, ну, вот на всякий случай, ну, вот мало ли дома не оказалось там, куда-то идти, и там нет, да, больше колгота, вот, а колготы, которые не рвутся, их нет, и не ищите, я сейчас смотрю, вот китайские там говорят, там, ой, колготки у нас там рвутся, у нас там, а, а, не рвутся, там, какие-то, я не знаю, там, ярослые приходят, а, да, да, какие-то там вечные, таких колготок нет, тогда бы не было бизнеса. Так, вот это вот вкратце, вот сколько я могла, я уже, прям, опять, лучше одевать, как они смотрят, и так, да, смотрите, выбирайте, чтобы вы, чтобы у вас ноги не были белесые, бежевых тонов, их же очень модно, но много, вы натягиваете на руку, то есть вы с цветом руки, мне, как бы, не на ногу, вот у меня там ноги загоревшие, значит, мне нужны колготки там, ну, условно, там, бежевого цвета, ничего подобного, да, выбирайте по цвету рук, а не ног, когда они будут идеально на вас смотреться. При полноватых играх выбирайте цвет немножечко темнее. Самое главное, у разных производителей колготок, у них они по-разному обозначают те же самые цвета бежевые, это может быть Дайна, это может быть Визон, это может быть Плейс, это может быть там Сафари, то есть каждый производитель, вот здесь вот вы смотрите, то есть у одного есть Визон, а у другого Визон в том же цвете, он может быть, вот, ну, как бы, в другом соответственно. Иногда вы можете столкнуться с тем, то, что вы, например, покупали, ну, вот какой-то определенный марк, всю жизнь там носили, не знаю, там, омус, например, да, и вот вы говорите, нет, вот у меня точно покупал цвет даже, например, запомнили, что это Визон, потом приходите в следующий раз, видите этот же артикул, видите ту же надпись Визон, но у вас это светлее или темнее. Покраска в колготках, это очень сложный процесс, ну, как химия, да, то есть граммулечку там уже краски или не доложил, или переложил, и у тебя уже, ну, цвет будет светлее или темнее, вот, поэтому вот такие вот тонкости, да, то есть смотрите, вот выбирайте цвет непосредственно, чтобы он был цвет у руки, да, цвет колготок подбирайте под цвет обуви, а не под цвет одежды, да, то есть если на вас, там, я не знаю, там синее платье и черные эти не носите как в синей колготке, это укорачивает ногу, всегда вот именно под цвет обуви и ножку, особенно когда в туфельках, это удлиняет. Не рекомендуйте носить черные колготки, если не хотите привлекать внимание к своим ногам. Черные колготки, они требуют, вот как бы это ни звучало, печально, или там, не привлекая, если не идеальная форма нокеля, по каким-то причинам вы комплексуете, то не нужно покупать черные колготки, да, и тем более колготки фантазийные, да, фантазийные, другими словами, это вот именно колготки с рисунком, вот, ни в коем случае не носите подследники под босоножки, а вот это, что летом происходит, жуть полная. Какие подследники вы можете носить под босоножки или по туфельки? Фантазийные, или сеточка, вот сейчас, например, там, другого какого-нибудь цвета, или вот есть такие подследнички, у меня есть там, греческие сандалии, напоминаю, как-то, по крупному, да, или там какой-нибудь рюшечка, чтобы вот такая, ну, какие-то вот фантазийные, красивые, ну, какие-то вот такие, да, а не вот эти, которые, ну, в обувных магазинах, за три копейки продают, чтобы там, когда обувь мерите, чтобы нет, это не делайте, это некрасиво, это неэстетично, это выглядывать, все непонятно как. Следующее, чулки не наливают вот обтягивающую одежду, никогда, для чего, потому что чулки на силиконовой резинке, они здесь, ну, как бы, ну, силикон держит, а вот то, что, допустим, бывает выше, это поднимает, мужчины, вы сейчас не слышали меня, вы сейчас русский язык не понимаете, да, то есть чулки не надевают под облегающую одежду, под облегающую одежду, есть специальные колготки, которые, как бы, бесшовные колготки, они, такие, они чуть дороже, чем другие, или на порядок, дороже, но, тем не менее, они будут идеальны под ваши платья, под короткие юбки, тоже под облегающие, но не стоит, если у вас, конечно, там, не романтическое свидание с мужчинами, то это с мужчиной, да, где-нибудь там, дома у себя, то лучше этого не делать, вот, к одежде с заниженной, так же покупайте, колготки с маркировкой Витабаса, вот, я вам сказала уже, да, вот они, внизу, Витабаса, да, вот, колготочки Витабаса, вот, они как будто, так, так, давайте, что-нибудь еще, сейчас, зимой колготки, не носите с этими, с босоножками, смотрите, еще один важный момент, я уже быстро-быстро, голубым по Европам заканчиваю, заканчиваю, смотрите, вот здесь, не знаю, насколько участок видно, плоский шип показала, то есть, всегда на упаковочке стоит, да, есть ли ластовица, если, как бы, если, вот, допустим, для полных женщин обязательно расширена задняя вставка, да, и вот это указано, вот, на, на, на упаковочке, научитесь читать, вот эти вот упаковки, и следующее, я вам не сказала, еще, про, вот, именно, у некоторых колготок, есть у нас, укрепленный кусочек, укрепленный кусочек, вот здесь, как раз, не укрепленный, это позволяет для того, чтобы, ну, колготки меньше, они про, ну, там, ногти, да, когда, чтобы, вот, ну, удлинить сроки службы этих колготок, сроки,